Весу в золоте Которая приходила к Соломону В один год Было 666 талантов золота И вот Многие люди не знают Что такое талант и что такое сикель Ну мы это Тоже знать то не можем Даже простое я спрошу А что такое рубль Рубль это В разное время разная стоимость Раньше кирпич хлеба Стоил 16 копеек А если еще раньше взять Ну там вообще На одну копейку можно было наесть Если Вот Ну мы можем посмотреть Талант Это Евангелие от Матфея 25-28 Это 60 мин Талант обозначения Не монеты а веса металла Обычно около 26 килограмм Это примерно Тысячу американских долларов В 50-м году Известна греческая мера таланта Даже 44 килограмма Мина или фунт Евангелие от Луки 19-13 Это равна 1,6 50-е части таланта Серебряная монета 100 драхм Равняется Около 16,5 американских долларов Драхма или динари Лука 15,8 Матфея 18,28 Это 1 сотая мины То есть 16,5 цента По нашему копеек Ди драхма или статир Матфея 17,24 Это 2 драхмы Ди 2 Обл или лот Или сикль Это одно и то же название Исход 30,13 А 1,6 драхма Или это равняется 20 герам Около 2,75 цента Вообще Гера Исход 30,13 1,20 сикля Около 0,1 цента Копейка Пополам Еще на 10 частей рубятся Вот Но тут еще есть монеты Медные у них Ассари Матфея 10,29 Это 4 кадранта Около 1 цента Кадрант Матфея 5,26 Это 2 ассария Это 2 лепты И около 1,4 цента Лепта Это у марки 12,42 Это около 1,8 цента Но есть еще меры У них жидкостей Хомер Или кор Это одно и то же У них Иезекииль 45,11 Это равняется 10 батам Около 200 литров Хомер Бат Или ефа 3 ассар 7,26 Это 1,10 хомера 60 гин И 20 литров Гин Исход 29,40 1,6 бата 12 логом Равняется Около 3,3 литра Лог Левитом 14,10 А 1,12 гина Около 0,28 литра Ну и мера Сыпущих Тел Веса Хомер Осия 3,2 Это иначе сказать Кор Второе Паралипоминона 2,10 Иезекииля 45,14 10 бат Около 180 кг Бат Или ефа Иезекииль 45,11 1,10 хомера 18 кап Около 18 кг Ну пудовая гиря Считай Бат Кап 4 цар 6,25 1,18 ефа Или бата Около 1 кг Меры длины Локоть Матфея 6,27 Это 6 ладоней Около 48 см Локоть Ну почти полметра Ладонь Исход 25,25 1,6 локтя Это 4 перста Около 8 см Перст Иеремия 52,21 1,4 ладонь Около 2 см Ну Ширина пальца Стадия Лука 24,13 Около 180 метров Расстояние Субботнего пути Деяние 1,12 Около 1 км Больше ходить Было нельзя Надо было где-то Снимать квартиру Ну разделение Дня и ночи Еще есть В древности Как день Так и ночь Делили на 3 части Но Во время Иисуса Христа Уже было принято Подразделение На 4 части Или стражи Ночные стражи Это 1 от 6 до 9 вечера И так далее до 6 утра Еврейский календарь Какой надо знать Первый месяц Авив Или Ниссан Зеленые колосья Апрель 30 дней Исход 12,2 Ниемя 2,1 Зив Цветение 29 дней Третья Сар 6,1 Третья Сиван 30 дней Испирь 8,9 Фаммус 29 дней В месяце Захария 8,19 Ав 30 дней Первая езра 7,9 Елул 29 дней Ниемя 6,15 Тишри Или Афаним 30 дней В месяце Третья Сарс 8,2 Вторая Паралепенон 5,3 Бул Или Мархешван Дождь 29 дней Третья Сарс 6,28 Кислев 30 дней Ниемя 1,1 Десятый Тибев 29 дней Испир 2,16 Одиннадцатый Месяц Адар 29 дней Испир 37,9,27 И Шеват 12 30 дней Веодар Веодар Есть Ставной Это в последней части Марта и начале Апреля Потому что у них Через сколько там лет Набиралось Целый месяц Вот такой маленький Вопрос Ну все на этом Все меры Я выписал где-то Сейчас не помню где И что будет Вторая Петра 2,11 Тогда как и ангелы Превосходя их крепостью И силой Не произносят На них Пред Господом Укоризненного суда Как понимать Это место Писания И почему ангелы Не произносят суда Силой и крепостью Понятно Что они сильнее Один ангел И 180 тысяч В одну ночь Погубил Такое дело Ну ответ какой можно дать Почитайте Якова 4,12 Из Святой Библии Един законодатель И судья Могущий спасти И погубить А ты кто Который судишь другого То есть Зачем рассудишь-то Он один законодатель Он дал закон И его закон Нарушается не твой А князь мира Сего дьявол Он беспокаянный Иоанна 16,11 А суде же Что князь мира Сего осужден И ангелы Не вмешиваются Не пытаются Предвосхитить И взять на себя Функции Которые свойственны Только Богу Откровение 20 глава 11 стих И увидели Великий белый престол И сидящего на нем От лица которого Бежало небо И земля И не нашлось им места И отвечаю Что канонизация Это тоже Превременный суд Попытка определить Кому быть на правой стороне Это так же греховно Как попытка Осудить кого-либо И поставить На левую сторону Поданапиму Это равнозначно А почему А есть такой стих 1 Коринфянам 4 глава 5 стих Не судите Никак прежде Времени Доколе Не прийдет Господь И не осветит Сокрытое во мраке И тогда Каждому будет Похвала от Бога Очень даже Скрытое во мраке Вот читаем Где-то там У Паисия Есть Он в город Какой-то заходит А там Траурные флаги Музыка печальная Ну все Кинотеатры закрытые А что Умер праведник Такой праведник В столетии Один раз Рождается Он решил посмотреть Подошел Когда туда И видит Как стоит дьявол И у него в руках Трезубец И он Бьет его в грудь И душу из него Вытаскивает То есть Сделал для своей славы Там еще что-то Подарки брал Там Ну проще такое Вот Это очень Опасное дело Почему молитвы Составляются Боже будь милостив Ко мне грешному Создавший меня Господь Помилуй меня Бесчисла я согрешил Господи Будь милостив Ко мне грешному Поэтому молитва Считается Когда на коленях Стоит Прости мне грехи Которые я сотворил В ведении Неведении В уме В помышлении В войне И в ночи И во всей жизни Моей Прости И благослови Вот такой ответ Что он один законодатель И судья И нам не надо Туда вмешиваться А в церкви Никак не может Там слава Крашененников Там еще где-то Матрона И вот назначают Католики Своих канонизируют И канонизируют Тех Которые рубили Христиан Православных Которые гнали Которые убивали Их Они их Канонизируют Вот начинает Говорить А почему вы Отрицательно Относитесь Ну И называют Там Человека Такого Александр Невский Например Александр Невский А за что Его славить Он всю жизнь Воевал И акафисты Все они Неправильные От юности Возлюбил Еси А что он Возлюбил Еси Он возлюбил Кататься на коне Махать мечом Любил Родину И так дальше Ну неправду Говорят А как я могу С этим согласиться Вот начинает Праздно А тебя как звать Владимир А бывает Отец Владимир Владимир Владимирович Ну то есть Кругозор то какой А Владимир кто Язычник У Соломона было Триста жен Семсот наложниц Итого тысяч А у этого было Две тысячи Соломонов Два раза превзошел Мы его знаем Такое Главное Питье Радость Питье Так а потом Он не пил А потом он уже Не Владимир был Вот Владимир Владимир был до Купели Кав Купель Вышел Из Купели Выходит Его уже смещенник Называет по имени Василий Откуда вы взяли Владимиров то Все Владимиры Во всей стране И во все Тысячелетие Это все безбожники В честь безбожника Названы У него паспорт был Как Так вы еще По паспорту называете Он Василий И вот Глеб И Борис Бориса И Глеба Так это языческие имена Он им дал Когда неверующий был А когда они Приняли крещение Их назвали Роман и Давид Глеба Все Глеба До одного И все Борисы Они названы В честь языческих Прессон Вот так Ну а как так Как Кому-то Ну это же открыто Вообще Известно всем Ну почему так Ну хорошо Князь Владимир Он крестился Крестился Но его Василием Назвали Василий И вот интересно Решили поставить Памятник Шукшину Василию А Василий Это и Владимир Понятно И тогда храм Строить Во имя Владимира Там еще как-то А он Василий Ну тут такое Тут в рубцовке В зоне Храм во имя Виктора Я говорю Такой редкий Святой Да биография такая маленькая А почему Так а начальник зоны Виктор Начальник зоны Ну конечно Не в честь начальника Назвала В честь Виктора Ну Тешит свое самолюбие Или еще Ну вот все Вот такой Стих Тоже непонятный Римлянам 10 Глава 10 6 и 7 Стихи Апостол Павел Говорит А праведность От веры Так говорит Не говори В сердце твоем Кто взойдет на небо То есть Христа Свести Или кто сойдет В бездну То есть Христа Из мертвых Возвести Вот Что означает Свести И возвести Поясните пожалуйста Эти стихи Свести Это означает С горы Спуститься Свести Сводить Это Помочь А возвести Это поднять Возвести На престол А свести С престола Это значит Решить этого И говорит На небо Никто не ходил И не просил Он сам Сошел Своей силой Воплотился Деву Марии И возвести Его Никто не возносил Он стал Возносить Силой Своей На небо Больше Ничего тут Нету Это маленький Вопрос А почему Написано А вот мы Считаем Первое Послание Иоанна 4 глава 9-10 стихи Любовь Божия К нам Открылась В том Что Бог Послал В мир Единородного Сына Своего Чтобы мы Получили Жизнь Через Него В том Любовь Что не мы Возлюбили Бога Но Он Возлюбил Нас И послал Сына Своего В умилостивление За грехи Наши Говорят Это юридическое Право Это только Католики Так понимают При чем тут Католики Так написано В умилостивление За грехи Наши Люди Никак не могут Понять Это такой Сложный вопрос Я когда говорю Они никак Ну я буду Просить Аллах Простить Я говорю Он не имеет Права Прощать У него нет Свойства Этого нет У Бога Чтобы грех Был прощен Я просто Упрощаю Скажите Вы верите Что Адам Ложил за пазуху В карманы Натолкал Яблок Только ты Не ломай Еще Не приходи Но У Бога Другая шкала Умерло Уже За это Согрешение Больше 100 миллиардов Людей Миллиардов Вторая Мировая Волна Обошлась Война Обошлась 55 миллионов Только А там Миллиардов И за какой Плод Сорвали Все Сделалось Смертно Птицы Звери Присмыкающиеся Микробы Молекулы Все Смертное Поэтому И жертва Христа Превозносит Все Превосходит Все Это не просто Так Ну вот Так Считаем Дальше Римлян 8.3 Как закон Ослабленный Плотью Был бессилен То Бог Послал Сына Своего В подобие Плоти Греховной В жертву За грех И осудил Грех Во плоти Так Любовь Божия Свела Единородного Сына Божия На земле Свела Бездной Называется И земля И преисподняя Так как Христос Есть победитель Смерти И ада Он своей силой Разрушил Врата Ада И вышел Из темницы И вознесся На небеса Об этом Мы считаем Откровение 1.18 И живый И был Мертв И все Жив Во веки Веков Аминь И имею Ключи Ада И смерти И псалом 106.16 Ибо он Сокрушил Врата Медные И верея Железные Сломил Где? В аду 1. Иоанна 3.8 Кто делает Грех Тот От дьявола Потому что Сначала Дьявол Согрешил Для сего Та явился Сын Божий Чтобы разрушить Дела Дьявола Иуда 1.6 И ангелов Не сохранивших Своего Достоинства Но оставивших Своё Жилище Соблюдает В вечных Узах Под Мраком На суд Великого Дня То есть Ему покорно Всё Заключил В преисподнюю Ну и дальше Всё тут Как описано Тут вопрос Не такой Сложный Здесь Но надо Знать Что Я говорю Бог никому Никогда Ничего Не прощал И не может Простить За так Как так Да Бог же прощает Я говорю Не прощает А ты прощает Докажи Что прощает Ну докажи Кому он простил И кто вошёл в небо Без его жертвы Без крови Разбойник Первый Первый За всю историю Человечества А почему У Бога нет Этого свойства Он Бог Справедлив И Справедливость Заключается В том Что В Адаме Все умирают Риммам 6.23 В Адаме Все умирают Иначе дети ваши Были бы нечисты Во грехах Я Беззаконие Зачат Во грехах Родился Ио 14.4 Говорит Кто родится Чистым От нечистого Ни один Что непонятно Это Это Божий Закон Так а Бог Что не всемогущий В понятии Человеческом Да А в божественном Нет Как так Он всемогущий Но не может Отречься От самого себя Сказал И чтобы не выполнить Такого не может быть Бог не может Солгать Не может У него Свойства Такого нет И ангелам Это не дано И ангелы Не могут Это сделать Ну вот Теперь мы Даже И рассудить Что это Означает Означает То же О чем Впереди Сказал Это Любовь Божия Никого За ним Не посылали Он Возлюбил Нас Когда мы Были Еще Грешниками Вот Как Все На этом Что Еще По поводу Десятины Разъяснить Многие моменты Потому что Людям непонятно С чего Десятину Это можно Платить Надо платить С чего Не надо Вот Десятина С детского пособия Усматривается ли Нет Там написано С прибытков Твоих А какие Прибытки То есть Ребенка Нет никаких Прибытков Нет Взрослые Уже есть Где-то За то Что учатся Даже стипендию Платят Он может давать Хотя Стипендия Туда и сюда У нас когда были Мы говорим Ваше дело Ты можешь платить Но У тебя не будет Хватить Ты вот сегодня Дал батюшке Ну допустим Сколько у тебя там Ну сотню С тысячи Сотню И сразу же сказать Мне не хватает На еды И тебе за эту сотню Батюшка Две тысячи даст Ты должен Это движение Сделать Бог и без нас Знает Что мы в хлебе Нуждаемся Но мы каждый просим Хлеб наш Насущий Дай нам день На сей день А зачем Чтобы мы ели с благодарностью Он не наш Земля не наша Воздух не наш Солнце не наш Все не наше И вода не наша И поэтому Бог развивает Чувства Такие Благодарности Я заработал Девять тысяч А Господь Приложил Десять Чтобы одну тысячу Которую Он приложил Она нам Не принадлежала Мы отдали Ему Учат Как маленьких Ребятишек Так Я был Мне дали Ну дали тебе Она не твоя Бог говорит Вы обкрадываете Меня Почему Если вы не отдаете То вы жадничаете А то обкрадываете Не обкрадывает Бог Анания и Сафир Не обкрадывали Бога Они обманывали А то обкрадываете То есть Воруете Я вам дал Донести А вы ее себе присвоили Вот это Как не понять Ну это Ветхом Завете Позвольте Относительно Ветхого и Нового Завета Ничего не говорится Что землю я сотворил Руки ноги сам сделал Дождь дал сам Бог Участник в том Что ты заработал Выросли арбузы Там пшеница Ну хоть какую-то часть Бог занимает в этом Или нет Земля Божья Воздух Божий Гроз Дождь Все Его Почему что ему не Прими меня в соучастники Это Господь говорит Я тебе девять частей отдаю Одну мне отдай мою А я не отдам Я сворую ее Тут толковать нечего А то люди святотаться Они не просто воруют А воруют святое Божье Вы меня обкрадываете Все вы Весь народ С детского пособия Это строгий был порядок Такой Везде соблюдалось Во взаимоотношениях Должен быть статус человека Определенный Как в мире называют Табель о рангах Вот эта десятина Это божественное установление Левитам 27-30-32 И всякая десятина На земле Из семян земли Из плодов дерева Дерево принадлежит Господу Это святыня Господне Если же кто захочет Выкупить десятую Десятину свою То пусть приложит К цене ее Пятую долю И всякую десятину Из крупного Мелкого скота Из всего Что проходит Под жезлом Десятое Должно посвятить Господу То есть Вот так Протянаю палку Скотину гонят И какая подойдет Десятое Ему уже не принадлежит Ты должен отдать Числа 18-21 24-26-28 А сынам левия Вот удел Вот я вот дал В удел Десятую Десятину Из всего Что у Израиля За службу их За то Что они Отправляют службы В скинии собрания Так как Десятину Сынов Израилев Которые они приносят В возношение Господу Я отдаю левитам В удел Потому и сказал я им Между сынами Израилев Они не получат удела То есть Все будут пахать землю А вам распахивать Души людей Когда вошел Израиль Страну разделили На 11 частей А 12 колен Левийную колену Бог не дал Не дал земли А объяви левитам И скажи им Когда вы будете Так Когда вы будете Значит что возносить Возносите Из нее возношение Господу Будете брать От сынов Израиля Десятину Которую я дал вам От них в удел То возносите Из нее Возношение Господа Десятину Из десятины Так и вы Будете возносить Возношение Господа Из всех Десятин ваших Которые будете Брать от сынов Израилевых И будете давать Из них Возношение Господу Господне Аарону Священнику Десятина Изначально Нам не Принадлежит Образно Сказать так Бог является Участником Всех дел наших Добрых Всего Дал все Дыхание Жизнь Ну поэтому Несчастье Все от него И мы к нему Но Бог Просит Требует Учиться Делиться С ним Это Десятина Изначально К нам Не принадлежит Отнеси В храм На содержание Священства Я не пойму Никак Что не ясно Заработков Твоих Не с детских Ребенок Не может Зарабатывать Это его Молочишка Пенсия Твоя Это твой Заработок Который Ты вложил В пенсионный Фонд С нее Непременно Отдавать Десятину Со стипендий Не платится С больничного Платить А вот смотрите Еще такой Вот я Человеку Про Десятину Рассказал Он На работе У себя Да Показал По Библии Все И он тоже Хочет платить Ну вот он Рассказывает Вот он И вопрос Такой задал Как поступать Он Таксист У него Машина Кредит То есть Он каждый день Каждый день Две с половиной Тысячи Отдает За эту машину То есть Там Банку Примерно Две с половиной Тысячи В день То есть Плюс Эти две с половиной Тысячи Он на ней Зарабатывает На этой машине И Надо еще За Получается За бензин За топливо Платить И вот Остается Его личный Там доход Очень маленький В итоге Он допустим В день Зарабатывает Около Ну допустим Три с половиной Тысячи Две с половиной Тысячи Отдает На На кредит И у него там Маленькая сумма Остается только Вот Наличные расходы Из чего Десятину ему платить Заработка То что Вот это Сверх Вот этого Остается Да Нет Что у него Было Вначале Что он Заработал Там написано С прибытков Твоих А прибыток То у него Полный Если только Он там Когда-то Эти деньги Оплатил Или как Тогда дело Другое А если Никак Прибытка А так Он Будет всю жизнь Платить И у него Десятина Вообще Никакой Не будет Он долги В долг Берет Но если бы Он в долг Не взял А работал В это время Это такие же Деньги зарабатывал Он платил бы За это Платил Но как же Он заработал А тут Получается Как Он взял в кредит А кредит С заработкой идет Приходится платить У него Совсем мало Остается Я вот Не знаю Как это уже Там шофер Но я Абсолютно Противник Что идут В кабалу Должник Делается Рабом Заимодавца Написано В Библии И вот Берут По 12 Больше Процентов Ипотеку И вот Уже заплатил Он Три дома Купил бы Три Он платит Уже много лет И все Платит И платит Но ты Раб Того Кто тебе дал Делается Рабом Заимодавца Вот по милости Божьей Я не был должен В жизни Ни одного дня Ни одного рубля А у меня А у меня денег Нету Нету Я бегу На вокзал Кому-то Что-то Помочь Поднять Где-то Уголь Разгружать С вагона Дрова Пилить Снег Скинуть Печь Сделать Но в долг Я не пойду А если Ничего Нету Хватая Какой Инструмент Я бегу Ловлю рыбу Рыбу Чтобы как-то Поддержать Себя Никогда И нигде Никому Ну только В итоге Ему Получается Вот сколько Он в день Зарабатывает С этого же Вот 10 Конечно Но На топливо То наверное Это не Входит в счет Поскольку Это же С этого Заработка Идет С топлива То есть Это он Вкладывает Получается В топливо Чтобы заработать Ну это С топлива Я тут Не знаю Как разобраться Надо смотреть Вкладывать Так ему За топливо Что он ездит Как раз И оплачивает За то Что А не то Что в гараже Стоит Ну вот Это же Получается Он вкладывает Чтобы заработать То есть Это в топливо Это вложение идет Ну вот Сколько вложения Видимо Надо высчитать Что за них Не платить Которое Вложение делает Чистый заработок Чистый заработок Должен Какой у него Есть Ну Чистый Там вообще Нету Можно сказать Все в кредит Уходит Ну я не знаю Больше Я по другому Не могу Никак ответить Как написано Потому что Смотрите Тут почему Сложность Сама машина Является Вложением Уже Это оно Вложение То есть Ему Получается То на чем Он зарабатывает То есть Он в нее И вкладывает И вот в этом Сейчас сложится Разобраться То есть Это как бы Ему Не идет Ему в доход Вообще Он просто На этом Ездит Нет Это идет Ему в доход Он машину Эту оправдывает И купит Ее И когда Кончится Срок Она ему Досталась Как это Не идет Он Оплачивает То что Отдал Кому-то Он Как раз Каждый День Получает Доход Не считая Чтобы чистый Доход Был Высчитать Горючее Только И все Горючее Пусть высчитает За Которое Горючее С этого Не платится Потому что Вкладывает А остальное Чистый Доход У него Идет Он Утром Вышел Тысячу Вложил В горючее Пять тысяч Получил В день У него Остается Чистая Прибыль Четыре тысячи Четырех Он должен Четыреста Рублей Отдать Тут Легко считать А вот эти Там значит процент Больше он за него платит Чем она реально есть Стоит ли высчитывать Вот этот процент Понимаешь Нет Это его не касается Он должен платить За заработок Он дольше будет Работать за нее И дольше будет Выкладывать И десяти нац У него сойдет Никаких процентов Кому он должен Не надо Сколько он приобретает В день Все А проценты Может быть Пятьдесят процентов Еще теперь Он знал Куда лезть Да Именно Доход Заработок Что выросло У него Скотина Морковка У нас все Это приносили Батюшке Он никогда Ничего не брал Мы идем Дети Набрали малину Мы сразу К батюшке Да он не берет Но он нас Благословит за это И дети Приучаются Батюшка На там Смородина Малина Он посмотрит Там Ну возьмет Бывает иногда Горсточку Дети Хорошая Ну с Богом А у него Свои там И малинник И сады И матушка Агроном Он не нуждается В этом Да Так мы еще Не закончили Этот вопрос Я целиком Не ответил Так Тут написано Когда мы считаем Второзаконие 14.23 Отделять Десятину От всего Произведения Семян Твоих Которые Приходят С поля Твоего Каждогодно Которые Ты в чистом виде И ешь Пред Господом Богом Твоим На том месте Которое Берет он Чтобы пребывать Имени его Там Приноси Десятину Хлеба Твоего Вина Твоего И лея И первенцев Крупного Скота Твоего И мелкого Скота Твоего Дабы Ты научился Бояться Господа Бога Твоего Восемь А вот Допустим Так А у него Пас Кто-то И он Прибыль-то Получил Какую Но из этого Он с пастухами Делился Повара Которые Работали Вот это С этого Он уже Никак Он отдавал А не приобретал Чистая прибыль Сколько Он отдавал Рабочим Это не облагается налогом Он отдал И все На это Вообще Облагать А вот теперь Кто из них Получил от него С этого Они должны Платить десятину Они заработали А не он А у него Что чистое Осталось Он продает Баранов Там И разное Чистая прибыль Покупает По одной цене А продает По другой А вот между ними Рация Дебет Кредит И вот сегодня Я хочу спросить А какое Право у священников Сегодняшних Скрывать Это повеление Бога живого И где нет Десятины Там торговля свирепствует Там ничего Кроме торговли Нет Это комок И священникам Это выгодно Они этого Даже не понимают Разве Понимают Да ничего Не могут сделать Вот адвентисты Могут Свидетели Игова Могут Евреи Могут А почему Потому что Везде есть членство А здесь Православной церкви Проходной двор Потому и не знает Никого Кто им дать Десятину Никто Чужой Платить Не будет Торговать На очередь Я тебе Божьи деньги А ты мне Прости Боженька Это так понятно Наша торгашеская Это сути Вторая Паралепенон 31.5 Пишет Когда обнародовано Было это повеление Тогда нанесли Сыны Израилю Множество Начатков Хлеба Вина И масла И меду И всяких Произведений Полевых И десятины Всего Нанесли Множество Второе Паралепенон 31.6.12 Израильтяне И иудеи Живущие По городам Иудейским Также представили Десятины Из крупного И мелкого Скота И десятины Из пожертвований Посвященных Господу Богу И наложили Груды Груды Кучи Кучи И перенесли Туда приношения И десятины И пожертвования А это отдельно Пожертвования Со всей точностью Кто-то обещал И Ниеме 13.5.12 Отдел Для него Большую комнату В которую Прежде клали Хлебное Приношение Ладан Сосуды Десятины Хлеба Вина И масло Положенное Законом Для левитов Певцов И привратников И приношения Для смещенников И все Иудеи Стали приносить Десятины Хлеба Вина И масло В кладовые Только не надо Надеяться Как тот Парисей Что я платил Десятину С мелочевки А ближнего В упор Не видел Бог Через десятину Ищет нас А не нашего А иначе Можно и здесь Погореть Давать Каждую неделю По две Десятины А толку Вот мы считаем Муамоса 4 4 Идите И грешите И умножайте Преступления Приносите жертвы Ваши Каждое утро Десятины Ваши Хотя через Каждые Три дня Пусть Никто Из слушателей Не посчитает Слишком Пространным Такой ответ Казалось бы Простой Вопрос Дело в том Что православные Люди Не только Не приучены Искать ответы У Бога В Его вечном Неизменном Слове Во Святой Библии Но и Противятся Принимать Истину Поносит Держащих В руках Этот источник Благодати Говоря Мы православные Не баптисты Чтобы с Библией Носить Всюду Для меня Важно не то Чтобы вы слушали Что говорит Кто-то Из уважаемых Вами Простых Смертных Людей А важно Только то Что говорит Сам Бог К нашим сердцам Через свое Неизменное Вечное Слово Вот мнение Вседержителя Десятине Грозное И страшное Малахи 3.8.10 Можно ли Человеку Обкрадывать Бога Вопрос А вы Обкрадываете Меня Скажете Чем Обкрадываем Мы тебя Десятиной Приношениями Проклятием Вы прокляты Потому что Вы весь народ Обкрадываете Меня Принесите Десятины В дом Хранилища Чтобы в доме Моем Была пища И хотя В этом Испытайте Меня Говорит Господь Савов Не открою Я для вас Отверстия Небесных И не Залью На вас Благословение До избытка Я для вас Запрещу Пожирающим Истреблять У вас Плоды земные И виноградная Лоза на поле У вас Не лишится Плодов своих Говорит Господь Савов И блаженными Называть Будут вас Все народы Потому что Вы будете Землей Вожделенную Говорит Господь Савов Дерзлась Передо мной Слова ваши Говорит Господь Вы скажете Что мы говорим Против тебя А вы говорите Тщетно Служение Богу И что пользу Что мы соблюдали Постановление Его И ходили В печальной Одежде Перед лицом Господа Савов И ныне Мы считаем Надменных Счастливыми Лучше Устраивает Себя Делающие Беззаконие И хотя Искушают Бога Но остаются Целы Но боящиеся Бога Говорят Друг Другу Внимает Господь И слышит Это И перед лицом Его пишется Памятная Книга Боящихся Господа И чтущих Имя Его И они Будут Моими Говорит Господь Савов Собственностью Моею В тот День Который Я Соделаю И буду Миловать Их Как Милый Человек Сына Своего Служащего Ему И тогда Снова Увидите Различие Между Праведником И Нечестивым Между Служащим Богу И Неслужащим Ему Здесь Христос Говорит О Десяти Ине Как О том Нужно Что Не нужно Оставлять Ее А Нужно Исполнять И Матфея 23 23 Горе Вам Книжникой Парисей Лицемеры Что Десятину Даете Смя Таани Саитмина И оставили Важнейшее В законе Суд Милость Веру Сие Надлежало Делать И Того Не Оставлять Не Так Что Я Внутренне Буду А Внешне Не Надо Нет Того Не Оставлять Десятину Платя Десятину Со Всех Своих Прибытков Мы Возвеличиваем Досточтимость Нашего Священства Его Причастность Самому Богу Евреям 7 2 4 8 Которому Десятину Отделил Авраам От всего Во-первых По Знаменованию Имени Царь Правды А потом Царь Салима То есть Царь Мира Видите Как Велик Тот Которому Авраам Патриарх Дал Десятину Из лучших Добыч Своих Получающие Священство И сынов Левиных Имеют Заповедь Брать По закону Десятину С народа То есть Со своих Братьев Хотя Из сии Произошли От Через Авраам Но Сей Не Происходящий От рода Получил Десятину От Авраама И благословил Имевшего Обетование И здесь Десятины Берут Человеки Смертные А там Имеющие Себе Свидетельство Что он Живет Через Священников Мы возвращаем Самому Богу Его долю Ревностные Сыны Божии Платили По три Десятины Священству Строго Обязательно Вторая На храм На свечи На даримую Литературу И третья На нуждающийся Последние две Ты можешь давать Точно десятую часть Или больше Или меньше Кто щедро сеет Щедро пожнет Считаем Тавит 1.6.7 И 5.14 Я же один Часто ходил В Иерусалим На праздники Как предписано Всему Израилю Установлением Вечным С начатками И десятинами Произведений Земли И начатками Шерсти Овец И отдавал это Священникам Сынам Аароновым Для жертвенника Десятину Всех Произведений Давал Сынам Левиинам Служащим В Иерусалиме Другую Десятину Продавал И каждый год Ходил и Сдерживал ее В Иерусалиме Тогда Тавит Сказал ему Брат Иди благополучно И не гневайся На меня за то Что я спросил О колене И роде твоем Ты доводишься Братом Мне Из честного И доброго рода Я знал Ананию Иоанна Сыновей Семей Великого Мы вместе Ходили В Иерусалим На поклонение С первородными И десятинами Земных Произведений Ибо не увлекались Заблуждением Братьев Наших Ты брат От хорошего Корня И поэтому Кто платит Десятину Это хороший Корень Вот все На этом Продолжение следует